Это электромонтёры трубопрокатного цеха номер один. Молодые, позитивные, творческие ребята. Что называется, креативят разнообразие творческую жизнь цеха и завода. Они участники КВН-ов праздничных вечеров. Те, кому легко поддаётся искусство стихосложения, песенный жанр. И сегодня они объединены одной целью. Ребята готовятся к юбилею родного завода. Когда нам предложили поучаствовать в конкурсе слоганов к юбилею Северского трубного завода, мы решили, что что бы и нет. Очень интересная такая мысль. Плюс у нас появились в нашем молодёжном движении такие новые креативные люди, как, например, Евгений Комаров. Мы решили, что да, мы попробуем, рискнём. И собрались, попробовали написать. На такую акцию, говорит Иван Попов, откликнулась большая часть трубопрокатного цеха. Но в связи со сменным графиком работы, трудностями, отлучки от машин и механизмов на производстве, собираться приходится небольшими группами. И времени не так уж много. В перерывах по 15 минут. Но и этого времени достаточно, говорят ребята. Идеями они просто фонтанируют. Юбилейный год настал, и завод из кризиса воспрял. Электромонтёр Евгений Комаров, некогда КВН-щик, только полгода работает на заводе. Но и за такое короткое время влился в коллектив. И сегодня охотно берётся за дело. Он чётко выстраивает концепцию стихосложения, прослеживает историческую составляющую. Отдомный ДСПЦ? Нет. Лобальная, великая. Ну вот я тебе и говорю, надо именно идею проследить. Надо охватить всех, задеть сердца. Всех, можно так сказать. Пока ещё набросков, ну таких нету, которые я могу представить вам. То есть, дойдя до конечного результата, мы, соответственно, вам предоставим какой-нибудь шедевральный, маленький только набросочек. Коллега Евгения Игорь продумывает, как ему кратко и точно высказать свои поздравления заводу. А может, рассуждает он, связать его с судьбами людей. Ведь это как единый организм. Больше с рабочими, конечно, что с образом жизни, что полностью весь досуг даже помогает завод обеспечить. Скорее, наверное, серьёзный, чтобы другие знали, что на заводе у нас хорошо. Ребята пока не готовы озвучить слоган, который прямо сейчас рождается. Они ещё будут совершенствовать то, что придумали. Ведь слоган, который победит на конкурсе, озвучат на первом торжественном мероприятии 15 января, в дату основания Северского трубного завода. Другие слоганы, которые займут второе и третье место, будут использовать на различных мероприятиях, приуроченных к юбилейной дате. Наталья Рожкова, Константин Миронов. Новости нашего города.